привет дамы и господа с вами александр и я хочу сегодня с вами поговорить о итальянском кресле компании chico моделька называется у нас sit up правильное название это кресло категории 012 сразу по категории пробежимся категория 0 это с рождения приблизительно до года я округляю группа 1 это с года до приблизительно четырех лет но если быть точным приблизительно до 100 сантиметров роста первая категория вот вторая категория начинается как раз таки от 100 сантиметров она может из трех лет быть два категории человечек маленький ребенок и и в четыре года может быть главное вот 100 сантиметров раньше просто взрослый ремень не подходит для крепления ребенка пристегивания в автомобиле в общем с группами разобрались это достаточно универсальное кресло нет только категории три здесь ну и не надо на самом деле много плохо компромисс всегда универсальный кресло смотрите что касается этого кресла мы с вами разберем что он у себя представляет как его пристегнуть с комфортом разберемся и в конце естественно я вам скажу свое мнение об этом кресле в начале перед обзором давайте вкратце о его безопасности смело можете доверять ребенка этому креслу потому что кресло имеет европейскую сертификацию безопасности там кресло если имеет этот сертификат она прошла обязательные краш тесты поэтому не переживайте все хорошо с безопасностью а вот с комфортом здесь действительно все очень хорошо здесь используется очень нормальный человеческие ткани которые гипоаллергенные дышащие и это кресло вот что мне очень нравится она очень мягкая здесь для новорожденного и очень позже покажу есть вкладыш вытаскивать буду подробнее увидите и само кресло очень мягкая мы очень много перемерили детей в этой модели и я не видел ни одного родителя который остался бы недоволен и были бы у него хотя бы какие-то претензии к посадке ребенка в этом кресле в общем с комфортом здесь вот я бы пять баллов из пяти поставил по комфорту кстати еще вентилируемый каркас это реально прикольная фишка потому что далеко не все производители делать вентилируемый каркас и это снижает у нас потливость спинки ребенка снижает градус соответственно в температурные вот самом кресле и добавляет того же комфорта ребенку в общем ладно давайте разбирать как его крепить что мы себя представляет группа 1 пардон группа 0 это когда ребенок новорожденный ему нельзя сидеть ему нужно только вот в полу лежачем положении находиться вот так вот и против хода движения смотрите у кресла есть система изофикс отсюда виднее система изофикс есть якорный ремень но когда ребенок едет против хода движения кресло пристегивается только ремнем давайте я сейчас поставлю проведу здесь полностью ремень и покажу его вам уже в готовом виде чтобы не затягивать ролик где именно и как проходит ремень собственно чудеса монтажа я протянул весь ремень и смотрите что важно ремень полностью вынимается просовывается здесь вот в эту щель достаем защелкиваем и важный момент вот такого я еще не видел в принципе не ну может быть я просто забыл не помню чтобы ремень в таком виде крепления проходил с двух сторон сверху он обычно идет как то вот так вот наискось и только в одном креплении проходит отсюда вами думаю виднее вот видите ремень проходит вот этот и здесь защелкивается и здесь защелкивается и потом идет вниз обычно дал так вот наискось проходит вниз поэтому имейте ввиду по инструкции ремень проходит здесь здесь уходит вниз ну и собственно и все и обязательно прежде чем ехать когда вот это все манипуляции проведете натяните ремень хорошо чтобы вся конструкция стояла как вкопанная ну жесткость крепления это всегда эффективнее когда чем когда она разболтанная вот болтается сам еще и натянул вот собственно с этим разобрались давайте теперь посмотрим как это кресло нужно крепить когда ребеночек подрастет вот видите в обратном порядке высовываю есть вот натяжитель все так вот раз то же самое здесь все в обратном порядке соответственно я устанавливал так смотрите по ходу движения ребенок едет когда вырастает у нас уже в категорию 1 попадает и тут у нас уже используется и якорный ремень и изофикс так якорный ремень у нас чуть-чуть своего свой ниши вылез вот так это должно быть смотрите якорный ремень он есть в автомобилях в седанах за подголовник пластиковая крышечка и там защелкиваем и натягиваем если же там у вас универсал джип да что угодно на спинке сиденья обычно скобка металлическая за нее цепляем и натягиваем но изофикс мы уже прекрасно знаем что это такое тянем так вот фиксируем все собственно ну и якорный ремень само собой вот таким образом ребенок пристегивается кресло пристегивается когда едет лицом вперед только так и не раньше девяти месяцев пересаживайте ребенка в это положение можно дольше ездить но раньше чем 9 месяцев не вздумайте пересаживать сюда как как бы вам не казалось что он там вырос что у вас особенный ребенок слишком большой на самом деле стандарт и вот скажем так размеров детей мне кажется уже поменялись из дети сейчас больше чем были там восьмидесятых вот но не суть смотрите до до 9 месяцев по-любому потом разворачиваемся и продолжает ребенок до 100 сантиметров ездить пристегнуты пятиточечными ремнями пятиточечные ремни здесь классические с мягкими накладками естественно везде и паховые зоны это все само собой когда ребенок соответственно вырастает из группы 0 вот этот вкладыш вот смотрите их обещал вам поближе показать он действительно как по подушке такие мягкие очень комфортная вещь для ребеночка мы его вынимаем потому что он нам уже нужен не будет когда ребенок подрастет и соответственно вот смотрите сколько здесь места подголовник у нас кстати регулируется вместе с ремнями и никаких манипуляций отдельно проводить не нужно когда ребенок дорастет до 100 сантиметров роста ребенка вот эти ремни нужно спрятать под обивку под обивка здесь просто их прокидываем а вот эту нижнюю часть просто здесь есть снизу для него место проворачиваем и убираем под обивку все у нас кресло превращается в группу 2 и соответственно нам нужно пристегнуть ребенка взрослым ремнем автомобильным ремнем и взрослым соответственно тянем вот так вот фиксируем протягиваем сюда и смотрите в подголовнике в каждом с каждой стороны есть специальный направляющий сейчас снова стандартам my size они по основном зеленые бывают с европейской сертификации подголовнички обычно с красной индикации направляющий в подголовнички соответственно мы проводим сюда ремешок и что важно родители запомните это как золотое правило для себя подголовник регулировать нужно таким образом чтобы высота от плеча до подголовника была не больше двух пальцев и не меньше одного чтобы ребенку не давила почему так потому что если вы поднимите выше ремень уйдет на горло ребенку при дтп это очень очень опасно поэтому не вздумайте так делать вот собственно и вся причина почему нужно правильно регулировать по высоте подголовник мы с вами разобрали соответственно как устанавливать кресло как пристегивается ребенок давайте теперь посмотрим какие наклоны есть у нас по движению по ходу движения вот это у нас стандартное положение сидячий вот полностью скажем так 90 градусов здесь есть у нас на основании индикация красная зона это по ходу движения и одна синяя зона против хода движения в синюю зону нам нельзя попадать наклонять до такого уровня когда мы едем по ходу движения не шутите с этим вот у нас единичка вот у нас двоечка вот у нас троечка вот наклон и этого достаточно чтобы голова у ребенка вперед не свисала когда у нас нет при дальней поездке поэтому с наклоном все окей сильно наклонять небезопасно не ищите чудо кресел которых там наклон больше так неправильно а по тканям кстати еще скажу что касается ухода когда если уж ребенок его испачкал вы захотите постирать стирайте его пожалуйста не больше 30 градусов потому что когда материал сядет вы обратно его сюда уже к сожалению не оденете поэтому за этим следите уже много просто в моей практике было таких случаях поэтому вот вам небольшой совет а теперь давайте собственно я подытожу потому что по большому счету всю информацию которую хотела на кресле рассказать я рассказал как по мне вообще в целом бренд взять имеет очень грамотное вот соотношение цена качество безопасность это тот случай когда вы за какие-то там супер кита непонятные ткани дизайнерские решения за имя где обычно процентов 30 можно за имя только заплатить здесь этого нет здесь вы каждый вот вложенный рубль доллар евро и не за вы платите не платить не зря потому что она стоит своих денег соотношение цена качество безопасность здесь эталонная практически плюс очень часто идут акции и напомню ссылка внизу в описании будет на эту модель q и я уверен что по ней вы купите ощутимо дешевле это кресло чем по рынку посмотрите поэтому рекомендую по ссылке пройти обязательно если в обзоре вам кресло понравилось а я думаю что она вам понравится если вы даже не глядя его купите потом вживую увидите она вас не разочарует точно потому что я уже сам много и имел с этим креслом дело и родителям показывали их детей сажали недовольных повторюсь не было собственно все я заканчиваю если вам был обзор полезен интересен ставьте лайк подписывайтесь на канал а я хочу пожелать вам сделать правильный и грамотный выбор кресла для вашего малыша и удачи на дорогах пока